А теперь перейдем к более серьезной теме. Поговорим о ситуации с коронавирусом. Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 21 июля. По-прежнему действует масочный режим. Граждане старше 65 лет и с хроническими заболеваниями остаются в условиях самоизоляции. Детские сады продолжат работу только в режиме дежурных групп. Но есть некоторые послабления. Например, разрешено посещать пляжи и термальные стучники на открытом воздухе. Подробности узнаем прямо сейчас у ведущей программы вечерний хэштег Гульнара Испанова. Она на связи со студией. Гульнара, здравствуй. Здравствуй, Кристина. В последнем выпуске вы обсуждали неутешительную статистику. Число заболевших коронавирусом жителей области растет. И обнаружен новый очаг. Расскажи о нем. Новый очаг обнаружен в медгороде. Там заболел один сотрудник и семь пациентов. Контактных 72 человека. Конечно же, учреждение, где обнаружен очаг, его деятельность приостановлена. Там сейчас проводится дезинфекция. Часть пациентов из группы контакта изолированы временно в градостроителе. Часть переведены на амбулаторное лечение. Сотрудники из группы контакта, конечно же, на две недели отстранены от работы. Также добавлю, что вчера на заседании Оперштаба было принято решение о том, что лекарственные препараты для профилактического лечения будут выдаваться бесплатно членам семьи и лицам, контактировавшим с COVID-19. Их будут выписывать по рецептам, которые будут получать соцработники и волонтеры. Они уже, в свою очередь, бесконтактным способом будут доставлять их адресатам. Но также сейчас усилили контроль за ношением масок в автобусах и маршрутках. Чем грозит игнорирование масочного режима? Штрафы уже введены? Ну, усиление контроля за масочным режимом у нас в целом производится, в частности, в общественном транспорте, поскольку именно несоблюдение обязательного режима и стало причиной ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе. С 8 июля пассажиров не будут впускать в автобусы, если они без масок. Это дополнительное требование к перевозчикам, поскольку многие пассажиры не соблюдают масочный режим, хотя это требование для них было выдвинуто еще ранее. Следить за соблюдением масочного режима, скорее всего, будут контролеры. Да, они, возможно, не будут успевать и обелечивать, и следить за пассажирами сразу на входе. Но в течение одной остановки это реально сделать. Сейчас должны были разработать алгоритм действия для сотрудников транспортных предприятий. В частности, рассматривается вариант, что если пассажир отказывается надевать маску или отказывается покинуть общественный транспорт, то водитель может остановить автобус и он не тронется с места, пока не будет решен вопрос с нарушителем. То есть оперативно вызовут сотрудников, которые имеют полномочия, выписать штраф. Лучше приобрести маску, тем самым сохранить свое здоровье и сохранить, скажем так, свой кошелек. Но сделать это заранее, потому что в автобусе маску купить уже не представляется возможным. А в торговых центрах идут проверки? Много ли нарушений уже выявлено? Ну, с момента открытия налажена система ежедневного мониторинга. То есть ежедневно каждый из торговых центров отчитывается о соблюдении санитарных правил и о том, есть ли есть нарушения со стороны арендаторов, есть ли есть нарушения со стороны руководства торгового центра, то есть о всех проблемах, которые возникают. За все время было проверено более 300 торговых объектов, нарушений, которые требовали бы закрытия торговых центров на сегодня есть. Есть нарушения каких-то санитарных правил. В основном эти нарушения допускают сами арендаторы, и они несут за это административную ответственность. Штраф до 500 тысяч рублей за нарушение санитарных норм и правил, от 100 до 300 тысяч рублей за нарушение требований режима повышенной готовности.